Нужно ли отказываться от того, что предлагает индустрия развлечения? Может быть, и не нужно отказываться от аквапарка, и почему бы не съездить в Турцию с детьми, собирать нас в Турции, заодно посетив место подвигов святителя Николая Чудотворца в мирах Ликийских. Нам не запрещено пользоваться теми невинными радостями, которые не привносят никакого ущерба в душу. Тем паче, что мы люди, человеки, и ничто подлинное человеческое нам не чуждо, не будем ханжами и лицемерами, но при этом, конечно, нужно уметь отделять пшеницу от плевел. Все хорошо в меру, все мне можно, но не все полезно. А свинья грязь найдет, однако нам нужно быть белыми птицами, парящими где-то там в небесах, хотя мы и ходим стопами по земле. Поэтому я ценю художественную литературу, но мне чуждо бульварное чтиво. Я интересуюсь кинематографом, и меня задевают за живое настоящие фильмы с нравственной идеей, но я зеваю, когда передо мной бесконечные боевики и отвращаю свой взор от непотребного зрелища. Почему бы мне не сходить с супругой в ресторацию, ведь не всегда же она чувствует, должна себя хозяйкой и поломойкой. Раз в месяц, дорогие телезрители, не грешно, если средства позволяют сказать, милая, какой ресторан ты хотел бы выбрать для праздничного завтрашнего дня? Но я не думаю, что всякая женушка скажет, Пушкин, можно выбрать и Лермонтова, вопрос в другом, чтобы она почувствовала себя королевой, чтобы она ответила на вопрос, что вы выбираете сегодня, белое или красное сухое вино? Она скажет розе, розовое, и мы сумеем сделать этот праздник вовсе не умаляя христианского достоинства личности, но напротив проявим ту мудрость, семь прядей во лбу и семь прядей в бороде, которые так нужны человеку, живущему в современном мире.